Привет, друзья! Видите, у меня там сказочные персонажи такие. Я вам сейчас сказку расскажу. Она будет полезна на всю жизнь, потому что это поможет вам решать любые вопросы. Сказка. Так вот, мне позвонила моя приятельница и сказала, что-то я в последнюю неделю всё время с дочкой ругаюсь. Не могу понять почему. Ты можешь мне помочь? А я говорю, а что я могу сделать? Она говорит, а ты, говорит, возьми и дай мне совет. Но это странно, правда, она взрослая, взрослая женщина. И дочка у неё взрослая. Вот ругаются неделю уже последнюю и не знают почему. Вроде, говорит, и причин никаких нет. Раздражаемся всё время и всё. Я говорю, хорошо, а ты себе этот вопрос задавал? Она говорит, а что мне его себе задавать? Я так понимаю, что мы ругаемся, я почему не понимаю. Я говорю, слушай, тебе кажется, что ты понимаешь, на самом деле ты себе вопрос этот не задавал. Первое, задай себе вопрос, почему я в конфликте в последнюю неделю. И использую волну. И использую волну. Минут через десять найдёшь ответ. А когда найдёшь ответ, ты мне напиши, как теперь у вас состояние отношений. Потому что я думаю, что как только ты поймёшь, почему у тебя такая ситуация, то она и исчезнет. Как это исчезнет? А я говорю, потому что это такое таинство, условно говоря. В понимании происходит преображение. То есть миросозидание, то есть творение. Потому что это будет у тебя не просто успокоение на волне, а ты и найдёшь ответ. А вместе с этим ответом у тебя и поменяется что-то в лучшую сторону. Ну, так оно и получилось. Теперь я объясняю, почему. Потому что представьте себе мысленно, если у вас есть какой-то вопрос. Ну, любой вопрос. Личных отношений. Или какая-то проблема со здоровьем. Или, например, хотите улучшить зрение. Для этого вам надо прозреть, как я говорю. Вы можете, поставив себе этот вопрос, использовать упражнение «Волна». Ну, то есть вы будете переживать, переживать, а в это время держать в уме этот вопрос, потому что на самом деле он вас волнует. И поэтому вы с помощью этого упражнения «Волна» выйдете на состояние безмятежности в направлении решения вопроса, поиска истины. Оно так и получается закономерно. Так вот, чтобы ещё лучше понять, представьте себе, что у вас этот вопрос. И у вас есть для его решения тысяча лет. Ну, представьте себе такую вещь, что у вас есть вопрос и тысяча лет. Так вот, эту тысячу лет, за которые вы, конечно, это же не год, и не два, и не три, и не сто, и не пятьдесят, и не пятьсот, а тысяча лет, конечно, вы найдёте решение. Так вот, эту тысячу лет вы можете создать себе за десять минут, делая волну, потому что, когда вы снимаете эмоции, вы увеличиваете время. Поэтому, ну, так наш мозг устроен. В этом же всё дело. Эмоции создают у нас пики напряжения, а это точки зрения. А пики напряжения – это определённая частота. И вы, когда делаете волну, вы постепенно, как говорится, эмоционально освобождаетесь от эмоций. И у вас появляется эта бесконечность, эта безмятежность. В этой безмятежности, там, ну, вам некуда спешить, некуда торопиться, нет суеты. И вы спокойно обдумываете свой вопрос. Да, и у вас получается, что за тысячу лет вы, конечно, находите ответ. Поэтому я могу сказать, если хотите получить время для размышлений, снимите так пики напряжения, вводите в резонанс. То есть, делая волну покачивания, или в форме сидя, или стоя, или лёжа, или ногой, или рукой, или всем корпусом тела. И переживаете. О чём переживается, задавшись этим вопросом. Ответ, на который вы найдёте, а вместе с этим придёт понимание, а вместе с пониманием произойдёт явление преобразования, явление творения. Мы с Романом Газенко обсуждали этот вопрос, и он мне расшифровал, что такое умиротворение. Он сказал, это не просто успокоение, а в спокойном состоянии созидание, творение. То есть, по существу, Роман Газенко мне рассказал и помог сделать вот сейчас вот то, что я вам сейчас рассказываю. Потому что я с помощью этого понимания рассказал ей, как решить её проблему, как она сама может её решить. Это очень важно понять, потому что в самом понимании лежит эта созидательная часть. Потому что до этого момента была суетливость мыслей, был страх, комплексы, шаблоны мышления. А когда вы делали волну, когда вы переживали на фоне этого упражнения, вы пришли к пониманию. И тогда к преображению. А это уже созидание. Потому что это покачивание у вас срезает пики напряжения и связанные вместе с ними страхи, комплексы, стереотипы мышления. То есть вы освободились от шаблонов. Да, и в чистом понимании. Вы знаете, как это? Хорошо реально действует. Поэтому, когда нам кажется, что мы что-то понимаем, на самом деле надо задуматься, действительно ли мы понимаем. Потому что если мы понимаем, мы с этим уже совершенствуемся. А это касается любого вопроса. Например, как улучшить зрение. Таким образом, чтобы вы поняли, как улучшить зрение, сначала надо прозреть. А я вам подсказал, как. А это пример для решения любого вопроса. До встречи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok